В 1895 году «Братья Люмьер» провели первый киносеанс. И всего за три года они сняли около 1800 комедийных скетчей, документальных и короткометражных фильмов. Картиной о том, как создавался кинематограф «Братья Люмьер. Приключения начинаются», откроется в этом году фестиваль «Балтийская жемчужина». Создатель этого фильма Тьерри Фремо в арт-хаус-бизнесе международного кино, один из самых влиятельных людей. Он уже 17-й год подряд составляет программу Каннского кинофестиваля. Но до начала своей карьеры в Каннах он работал в Лионе в институте Люмьер. Он кинокритик и историк кино. Нарисованный масляными красками на холсте анимационный фильм «С любовью, Винсент» — мультфильм, где впервые была использована новая техника создания кадра. Это история жизни Винсента Ван Гога. В основе фильма — картины и письма художника. Легенды — ключевое слово фестиваля «Балтийская жемчужина» в этом году. Постарались, и нам повезло, что так сложилось всё в кино, что очень интересная программа, связанная с какими-то выдающимися личностями. Не только в кино, но и в живописи, и в музыке. Это и Долида, и в литературе. Это Сэлинджер и так далее. То есть вдруг почему-то получилась программа кино в этом году, состоящая из легенд. Родители разводятся, мечтают о новой, как им кажется, счастливой жизни. Но их сыну в ней места нет. Ребёнок убегает. Фильм «Нелюбовь» Андрея Звягинцева на Каннском кинофестивале весной этого года получил приз жюри. Одну из ролей второго плана сыграл латвийский актёр Андрис Кейш. Я смотрел фильм в Каннах, как зритель. Во-первых, Звягинцев не давал читать сценарий, и я не знал, о чём этот фильм, и что происходило вне моих сцен. Сценарий читала только Мария Спивак, главная звезда этого фильма и большое открытие этого фильма. Девушка, чья жизнь изменилась после премьеры. И второе, в фильме играл потрясающий, феноменальный актёр, мальчик. Этот мальчик играл невероятно, и он дал фильму то чувство и звучание, боль и нелюбовь. Он играет с самого начала и выбивает почву из-под ног. И я рад, что этот фильм наконец покажут в Риге. В рамках «Балтийской жемчужины» будут показаны около 30 фильмов, пройдут творческие встречи. Открытие фестиваля 21 сентября. Галина Солодовник, Янис Эйцен с Латвийской телевидения.